Всем привет еще раз! И поскольку я нахожусь на кухне и у меня в руках фотоаппарат с функцией видео, я все-таки решила снять еще и это видео и показать вам свой будущий компот. Компот из сухофруктов. Вкус знакомый с нам с детства. Но, к сожалению, как мне кажется, этот чудесный напиток незаслуженно в последнее время забыт. И уступает место всяким сомнительным газированным напиткам, сокам промышленного производства и даже пиву. На самом деле, хочу вам напомнить, что компот из сухофруктов это совершенно замечательный напиток для того, чтобы утолить жажду, для того, чтобы случилось каноническое аккомпот. Это очень вкусно, полезно и, конечно же, во много-во много раз превосходит по своей пользе и безопасности все причисленные мной выше напитки. Сейчас у нас в средней части России, в Подмосковье, теплое время года, скоро будет уже настоящая жара, и поэтому вопрос напитков очень у нас актуален. Итак, вот компот. Я покупала смесь сухофруктов в магазине. Она была расфасована на вес. И вот, на всякий случай, хочу вам еще раз показать, как должны выглядеть сухофрукты. Настоящие сухофрукты, из которых получается настоящий компот. Они вовсе не должны быть гламурными, пухлыми, ярких цветов. Они должны быть сухими и сморщенными, потому что именно вот такими их делают, когда используют традиционные способы приготовления сухофруктов, вовсе без использования каких-то химикатов для обезвоживания, вовсе без применения диоксида серы для того, чтобы как раз-таки сухофрукты имели такой гламурный кукольный вид, вовсе без растительного масла, чтобы придать им блеск. Это все нам совершенно не нужно. Нам нужно, чтобы было полезно и вкусно, и безопасно. Вот продаются они намного дешевле, чем те самые гламурные кукольные сухофрукты, хотя на самом деле их пищевые свойства намного выше, и безопасность, безусловно, тоже намного выше. Вот. Значит, существуют специальные рецепты того, как готовить компоты с сухофруктов. Я слышала, что сначала нужно эти фрукты замачивать. Обязательно их, конечно же, нужно промыть, потому что они реально грязные, очень много всякой шелухи здесь. Вот. Я обычно делаю так. Я обычно их на некоторое время завариваю горячей кипяченой водой, чистой водой. Помету о том, что часть этой воды все-таки всосется внутри фруктов достаточно быстро, и потом все это поступит в пищу. Поэтому никакой водой там не технической, а кипяченой, профильтрованной, чистой. Вот. Потом я водичку сливаю, удаляю таким образом всякую грязь, которая там есть, вот после чего заливаю кипятком уже надолго. Ну, и получается отличный компот, который очень вкусный, даже без сахара. То есть я предпочитаю, например, без сахара. То есть фактически я завариваю эти сухофрукты, но немножечко как чай. Очень похожим образом, как чай. Может быть, на этот раз я добавлю еще лайм. Почему лайм? Потому что когда я хотела купить лимон, в магазине не нашлось приличного лимона, а вот лайм нашелся. Ну, еще, может быть, добавлю туда засушенные с того года травки. Кажется, это у меня тимьян. Немножко, может быть, добавлю для непикантности. Итак, прошу любить и жаловать компоты сухофруктов. Ищите в магазинах и рынках страны. Вот такие вот страшненькие, грязненькие, неприглядные сухофрукты. Все. Всем приятного аппетита. Все будьте здоровы, красивы и счастливы. Всем пока. Правда, после баньки классно выглядят, да? Эти сухофрукты. Еще, кстати, надо научиться делать всякие квасы. Вот, потому что тот квас, который продают в магазине в бутылках, ну, он вообще не годится никуда. То, что привозят иногда в бочках, ну, тоже, в принципе, лучше не брать, потому что там, ну, глядя, этот квас стоит внутри бочки, начинает всякая чебурашка расти. Очень быстро, на жаре, в питательной среде. Там, конечно, надо поднять свои навыки, рецепты и так далее. Это, тем более, все достаточно просто. Практически ничего не стоит. Ну, только чуть-чуть, на самом деле, только вспомнить об этом. Это все.